всем приветики врываясь в ваш эфир с новым рецептом и сегодня я буду готовить всеми известное пирожное чокопай в моем детстве это было прямо любимое любимейшее лакомство которое можно было купить и это две половинки такого бисквитно-песочного печенья внутри с маршмеллоу и покрыто все это молочным шоколадом это очень вкусно и на самом деле довольно просто готовится меня зовут ольга баур и если вы еще не были на моем канале не знакомы с видео которые я записываю то переходите смотрите там много всего интересного от сладкого до соленого найдете на свой вкус все что захотите и конечно же подписывайтесь на канал ну что давайте начинать готовку с именно вот этих половинок бисквитно-песочных нам потребуется 100 грамм мягкого сливочного масла она должна быть очень мягкая и также я буду добавлять 70 грамм сахарной пудры почему не сахар потому что вот сейчас я начну размешивать и вы увидите текстуру которая получается когда используете именно сахарную пудру а не сахар получается очень такая гладкая равномерная шелковистая бархатная такая вот текстура можно конечно и использовать просто сахар но он будет такими крупинками в масле можете его взбить тогда с маслом но мне нравится именно с сахарной пудрой далее я добавляю немного ванильного сахара для вкуса можете использовать ванилин можете использовать натуральную ваниль все что вам нравится и по душе именно вот в бисквите мне проще использовать порошок и теперь нам потребуется разделите белки от желтков нам потребуется два яйца желтки мы отправляем сразу в тесто а белки а пока отставляем в сторону температура яиц не важно извините важно температура яйца важно все должно быть комнатной температуры потому что именно вот такие кексовые бисквиты они все требуют именно теплых ингредиентов чтобы не расслаивалась ничего поэтому пардон тис все должно быть теплым и сейчас я буду взбивать белок эти два самых белка с сахарной пудрой сахарной пудры беру на глаз примерно 30 грамм здесь можно сразу положить не избивать отдельно там по частям сразу добавляйте в белки сахар и все взбиваете до плотности вот посмотрите белки никуда не переворачиваются не текут они должны быть именно плотненькими такими но сахара там мало поэтому не перевзбейте теперь значит в общее тесто где уже разбал размешанные желтки с основным тестом я добавляю разрыхлитель примерно 5 грамм и муки около 120 грамм добавляйте понемногу муки добавьте сначала 100 грамм как это сделано я размешайте посмотрите на текстуру не слишком ли она жидкая или наоборот густое и потом добавляйте оставшиеся 20 грамм муки так будет понятнее нагляднее потому что мы будем выпекать эти печенье отсаживая то есть они не в форме будут и поэтому нам важно чтобы консистенция была нужной нужная и сейчас я буду порционно добавлять белки не сразу все потому что тесто как вы видите густоватое а белки воздушные чтобы легче было вмешать поэтому делаем все порциями аккуратно размешивая лопаточкой снизу вверх никуда не спешим чтобы пузырьки воздуха у нас не уходили очень аккуратно размешиваем вмешали первую часть белка потом добавляем следующую часть белка у меня так ушло на на три раза и разделила то есть три этапа и вот так понемногу даже ну таким способом просто легче они вмешиваются и вот такая консистенция теста получается вы можете ее запомнить чтобы если когда вы будете готовить вы видели результат которому вы должны стремиться так скажем тесто должно стекать слегка с лопатки но при этом не быть жидким иначе когда вы будете отсаживать она просто растечется у вас прям сильно сильно поэтому текстура должна быть консистенция должна быть вот такой посмотрите примерно как на кексовое тесто если вы готовили кексы то должны знать такое посмотрите слегка я так вяло сползающее тесто духовке она все равно будет расплываться но не сильно перекладываю все это в кондитерский мешок с которого буду отсаживать если у вас нет кондитерского мешка можете использовать пакет отрезать там уголочек либо отсаживайте ложкой тогда будет просто не так ровненько все отсаживать не принципиально можно ставить вот такую запятую как я вначале делал можно просто оставлять хвостики тесто именно вот это тесто она выравнится сама в духовке поэтому тут водичкой там сверху хвостики смазывать не обязательно и вот обратите внимание расстояние на котором я отсаживаю эти печенья посмотрите размером печенья и расстояние важно и вы именно выдержать вот это расстояние потому что они могут расползтись так что склеятся друг с другом примерно 10 сантиметров между ними там сохраняется и все отправляю выпекаться при 175 градусов на 10-12 минут с конвекцией и пеку но вы смотрите по своей духовке после там 8 минут уже следить если начинают румяниться то доставайте потому что нам слишком сильно зарумянины и ненужное печенье вот так она выглядит после того как испеклось как только она началась видите по краям у меня румянится я его сразу достала и они получаются практически одинаковой высоты из края серединки что нам очень на руку и достаточно ровненькие теперь я буду находить им пару плюс минус одинакового диаметра и откладывать в сторону все половинки готовы их можно хранить в закрытом контейнере на ночь отложить или сразу использовать в дальнейшее приготовление сейчас будем делать маршмеллоу подготовим листовой желатин у меня 8 грамм опускаю холодную воду если вы опустите в воду комнатной температуры она просто желатин у вас растворится в этой воде вы его потом не найдете там поэтому лучше добавьте перестрахуйтесь добавьте кубики льда в эту воду и теперь мы будем делать сироп из 200 грамм сахара и сока у меня будет сок но вы можете взять просто воду классический маршмелло делается с водой но я решила что будет интересным иметь какой-то оттенок вкуса и добавляю 100 грамм абрикосового сока у меня натуральный нектар старайтесь выбирать натуральные соки и под любой ваш каприз под любые вкус там вишню или какую-то в малину можете выбрать этот сок и у вас будет маршмеллоу с этим соком теперь я ставлю на плиту сахар соком и буду нагревать и доводить до кипения и такой легкой пены сахар должен полностью раствориться и появится вот такая вот пена все на этом этапе я выключаю плиту и буквально через минутку добавляю желатин который уже набух примерно пять минут он лежал в холодной воде набухал все он набух теперь добавляем отжимаем его и добавляем в наш сироп хорошо хорошо размешиваем дожидаться пока масса остынет не нужно желатин нужно добавлять в горячую массу я просто сняла с плиты и он перестал сразу кипеть поэтому так выглядит как будто бы он постоял но нет масса еще горячие переливаем горячий сироп в дежурь миксера включаю миксер на средние обороты и взбиваю массу до побеления сначала она будет пениться по принципу как взбиваем белки как делаем меренгу в принципе все похожее очень и взбиваем 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 до тех пор пока масса полностью не станет плотной как белки взбитые посмотрите какая она и она должна быть такой густоватый как меренга вот на этом этапе потом мы уже будем отключать миксер и посмотрите вот такая тягучая она должна быть то есть вы должны чувствовать что вы ее будете отсаживать и она у вас не расплывется она должна держать форму но так как там у нас желатин естественно застынет она не сразу в деже как агар-агар например а со временем поэтому у нас есть время на маневры и какие-то отсаживания главное чтобы мере маршмеллоу держала форму половинки я все уже приготовила переложила все в кондитерский мешок и из насадки круглая круглая примерно один сантиметр там 10 миллиметров диаметром отсаживаю на наши половинки видите маршмеллоу держит форму но она как бы еще мягкая и закрываю все 2 печенькой размеры все делаю на глаз примерно соблюдая пропорции как это печенье было создано в оригинале этот процесс конечно завораживает работа с маршмеллоу потому что оно такое интересное и постоянно бегаешь проверяешь застыла ли она трогаешь его пальчиком запружинила или нет еще очень такой приятный процесс после того как я накрыла все половинки я его соберу уберу в сторонку и оставлю на стабилизацию при комнатной температуре примерно на три часа где-то периодически как я уже говорила подхожу проверяю застыла не застыла чтобы дальше уже работать с шоколадом поэтому пока маршмеллоу не застынет ни в коем случае не надо пытаться глазировать а то она просто расплывется значит пока у нас стабилизируется маршмеллоу я буду готовить шоколад я беру 20 грамм какао масла и добавляю его в общую массу шоколада здесь у меня не было конкретно молочного шоколада точнее было совсем немного я просто смешала белый и темный чтобы получать получить как бы вкус молочного плюс минус там получится примерно одинаковый результат как я темперирую шоколад могу оставить вам несколько ссылок внизу под видео как я делаю шоколад конфеты с грецким орехом и черносливом они очень популярны очень просматриваем видео там очень подробно показано как темперируется шоколад и вот пока я рассказывала я его нагрела до 45 градусов и охладила до 28 я использую вот такой вот пирометр для того чтобы мерить температуру он меряет поверхность продукта поэтому обязательно размешиваем и потом измеряем и для того чтобы охладить до 28 градусов я вот так вот поднимаю шоколад опускаю ни в коем случае не убирайте в холодильник или зимой если это будет зима там за окно потому что просто снизу он у вас застынет и теперь когда мы охладили до 28 градусов теперь нужно нагреть температуру поднять на 1 2 градуса вот я подняла посмотрите 29 с половиной нормально производитель шоколада всегда указывает до какой температуры можно нагревать то есть в процессе темперирования по моему там до 31 градуса но чтобы не как бы перестраховаться пишу вам до 30 градусов потому что потом в противном случае нужно начинать все сначала весь процесс темперирования так как это занимает время нужно его охлаждать как бы все в домашних условиях это все растягивается поэтому повторюсь нагреваем до 45 плавим шоколад если он сильно кипит у вас и вы чувствуете что снизу уже прямо очень горячо то снимите с плиты и помешивайте продолжайте мешать измеряйте температуру после того как шоколад нагрелся до 45 50 градусов вы его охлаждаете путем просто перемешивание на столе или можете выйти на балкон и мешать его приподнимая там опуская главное не ставить на холодные поверхности и после этого как только шоколад охладиться до 28 градусов это именно молочный шоколад нужно поднять температуру на 1 2 градуса и все и с шоколадом сразу надо начинать работать и вот так вот я купаю все наши пирожные в шоколаде и выкладываю на вот такую пленочку посмотрите прозрачная это обыкновенная пленка для цветов до линии только цветов в общем это подарочная пленка которая купила магазине виде рулона и постоянно когда работаю шоколадом использую отрезаю нужный кусочек и использую очень удобно от нее легко отклеивается шоколад и она достаточно плотненькая то есть удобно и и приподнимать в общем моя рекомендация и вот так лопатка я так чик 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 делаю такую бороздочку но это я стряхиваю лишний шоколад чтобы не было излишек вот таким образом когда шоколада мало с ним тяжело как бы купать эти пирожные небольшие шоколада мало но в домашних условиях куда потом этот шоколад девать поэтому делаем так как как получается и все мы практически закончили приготовление нашего пирожного посмотрите сейчас шоколад глянцевый то есть он еще не застыл и вот сейчас отсюда с этого ракурса тоже видно что он еще глянцевый он не застыл а сейчас покажу как будет выглядит уже за темперированный шоколад вот посмотрите видите он стал матовым это уже главный признак того что шоколад застыл то есть его не нужно хранить в холодильнике чтобы он не прилипал к пальцам там к рукам вот так выглядит наша готовая пироженка перекладываю ее на красивый поднос одну другую и все 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 чтобы было красиво храню я их вот на таком подносин при комнатной температуре накрыв сверху стеклянным куполом если хотите можете убирать в холодильник но здесь нет никаких портящихся продуктов они и при комнатной температуре прекрасно себя чувствуют вот такую гору пирожных мы с вами сделали пип пирожные ли или печенье назовите как хотите но в любом случае это вкусно сейчас покажу как это выглядит внутри у меня маршмеллоу получилось достаточно мягким ну как мягким то есть она не расплывается как вы видите но она довольно такой тягучие если вы хотите более такую плотную резиновую структуру ну что я не очень рекомендую то конечно добавьте чуть больше желатина посмотрите он очень нежный получается этот маршмеллоу но именно для этого пирожного если бы я делала просто маршмеллоу который я нарезала были делала там жгутики из него то я бы добавила больше желатина чтобы он больше был более таким пружинистым вот такая вкуснота получается сейчас покажу как это выглядит в разрезе и вы убедитесь в том что маршмеллоу никуда не течет и он пружинит как и должен пружинить вуаля посмотрите какая красота мне кажется практически один в один получилось тоненький слой глазури ровные практически одинаковая толщина на всей плоскости наших песочно бисквитных вот этих вот половинок и толстенький слой маршмеллоу причем помните он у нас еще с абрикосовым вкусом поэтому это еще дополнительный вкус вот посмотрите он пружинит как и должен но при этом он очень нежный и мягкий вот сам маршмеллоу вот такое пирожное мы сегодня с вами приготовили если вы тоже его любили в детстве ставьте лайки пишите комментарии переходите обязательно на канал поддержите меня своей подпиской потому что я чтобы я чувствую что я делаю все не зря подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии ставьте лайки этому видео и пишите что бы вы хотели чтобы я приготовила следующий раз спасибо за просмотр и рецепт будет под видео в описании ссылки на темперирование шоколадом других рецептов тоже поставлю там внизу всем спасибо за просмотр всем пока увидимся следующих видео и